Коллеги, всех приветствую! Тема сегодняшнего выпуска «Как работать над тремелом». Для начинающих, кто не в курсе, что это такое, смысл тремела это то, что если есть мелодия в басу, и есть мелодия в голосе. Но на гитаре есть особенность, что если мы звук сыграли, то он постепенно затухает. И чтобы создать иллюзию того, что он тлится и живет, его повторяют. Соответственно, вместе это красиво звучит. КОНЕЦ Коротко о нюансах, на которые надо обратить внимание и следить в процессе отработки. Первое, это у вас уже должна стабильно стоять правая рука. И движение тремела это пальцевое движение. То есть, не должно быть никаких подыгрываний кистью. В узловые моменты это при движении большим пальцем. то есть, это не должно выглядеть вот так. Так как-то дергается кисть. И при движении безымянно. То есть, просто стабильно. А не как-то она подыгрывает, да? То есть, стабильно стабильно работает только пальцами. Первое. Второе. Зачем нужно следить? Это за положением мизинца. Потому что на ошибке типовые бывают две. Это крючок, когда он зажимается вот сюда. То есть, он полностью блокирует работу вот этим. И вторая ошибка, которая может быть у вас это торчок. Когда он торчит при работе. А это сразу блок вот этой мышцы. И, соответственно, она связана с большим пальцем. То есть, в идеале он расслаблен и повторяет движение безымянного пальца. Это второй нюанс. И третий нюанс это движение пальцев. Они как в чередовании. Когда было чередование двух пальцев по одной струне, один заменяет другой. Но здесь их получается три пальца. А, И. Соответственно, А сыграл, потом играет палец М, А уже расслаблен. И потом играет палец И, М тоже расслабляется. То есть, они вот так заменяются. Не. Это выглядит не вот так. Ну, то есть, один сыграл, то есть, они друг друга заменяют. Эти вот нюансы надо учесть при отработке. Сейчас я покажу два комплекса действенных для отработки и улучшения вашего тремела. Соответственно, нам проще будет взять небольшой какой-нибудь тюдик или фрагмент музыкальный, чтобы отработать, а не играть это целиком на все пьеси. Потому что это долго и вас пьеса утомит, пока вы будете работать. Значит, первый комплекс состоит в том, что сначала мы оставляем только два пальца и будем их менять. Первая комбинация это П и палец А. Мы их вырагнули сначала на одной струне, чтобы не было так ровненьким звуком. Да, и движение пальцев они друг друга подменяют. Научились отвлекать и после этого тренируем это на музыкальном фрагменте. Спокойно, в ровном темпе. Субтитры В таком вот варианте следя, чтобы они взаимозаменялись. Потом то же самое мы делаем комбинации П, М. Все то же самое. Сначала вывернили пальчики. И сыграли этот этюд. И потом то же самое пальцами П, И, И. А следующий этап отработки это когда у нас работают три пальца. Первая комбинация это П, М, И. И здесь мы соответственно тоже следим за то, чтобы у нас не было такой ситуации, что М и И в ладони. То есть П, М сыграл и его подменил, М уже на готове. Тоже выравниваем это на одной струне. Привыкли к этому ощущению, все получается. И соответственно так же этюд этот играем уже в трех пальцев аппликатур. Музыка. 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 Соответственно следующая комбинация, которую мы прорабатываем это П, А, И. И все то же самое сначала на открытых струнах, потом на этом этюде. И П, А, М. Тоже прорабатываем. Это следующий этап. И после этого в финале мы отрабатываем уже стандартный вариант четырех пальцев П, А, М, И. И выравниваем сначала на одной струне. Заследили по всеми нюансами, выровняли. И теперь, соответственно, играем этюд. Можем подключить метроном для этого. Музыка. 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 Комплекс, который я вам сейчас покажу, он взят из книги Скотта Теннента «Качаем нейлон». Все нотные приложения к этому ролику я, соответственно, размещу в ссылочках в описании к видео, вы все посмотрите. Значит, какие здесь упражнения? Это второй комплекс, то есть вы в зависимости от него можете их чередовать, чтобы вам было не так скучно и вы прорабатывали разные аспекты. Первое упражнение, которое мы здесь делаем, это мы играем секции на одной струне, чередуя восьмые ноты и шестнадцатые ноты. Соответственно, постепенно секции с шестнадцатыми нотами становятся больше. Если что, в нотных приложениях посмотрите. Итак, первое. Второе. Третье. Так это выглядит. И здесь, соответственно, когда медленно вы играете, вы следите за всеми нюансами, и потом, когда секции быстрые, вы именно следите за ритмом, за скоростью. Уже за пальцем у вас не будет возможности так смотреть. Следующее упражнение посвящено тому, чтобы выровнять баланс между пальцами А, М, И и большим. Потому что часто большой перевешивает, и из-за этого термола получается неровно. Соответственно, мы начинаем играть на одной струне и следим, чтобы все нотки были эквивалентны по силе. То есть не было стреляющего большого пальца. То есть так не надо. Выровняли. И потом добавляем игру на открытых струнах, чередуя с возвратом на первую. Следующее упражнение, которое можно рекомендовать, это отдельно, с метрономом, в течение минуты не на пьесе. Просто по открытым струнам, перед тем, как играть в пьесу, тренируйтесь, чтобы акцент у вас был на пальце А. То есть группа получается А, М, И, П. Зачем это нужно? Потому что мелодия все-таки на верхнем голосе чаще всего. И чтобы вы следили за мелодией. Поэтому мой акцент на палец А. И так же, когда бас на других струнах. Так где-то в течение минуты под метроном играем. Так же полезна очень рекомендация от Скотта Теннета. То же самое, все, что мы говорили, отработать в формате П, И, М, А. То есть в обратном варианте. Будет поначалу, возможно, неудобно. Но при возврате к стандартному варианту вы почувствуете, как у вас тремоло стало лучше. То же самое. И так же пьесу поиграете. Ну, и в заключение, что можно сказать, да? Сначала добивайтесь контроля за нюансами, чтобы это получалось у вас расслаблено, качественно. А уже потом работайте над скоростью. Скорость потом. И скорость придет, если вы учтете все нюансы. Это придет. И тремоло, учтите, занимайтесь им за раз не больше 10-15 минут. Не надо играть это сразу полчаса или час. Потому что это придет к тому, что у вас просто, ну, как бы рука встанет и отваливаются будут мышцы. Соответственно, и к тому же учтите, что все пьесы на тремоло, они рассчитаны на 3, на максимум 5 минут. Даже известная пьеса Бариуса «Сон в лесу». Она, там она 7 минут идет, но там есть вступление и секция между тремонами, где рука отдыхает. Соответственно, не более 10-15 минут за раз тренируйтесь с учетом всех нюансов. Друзья, вот такие рекомендации я могу вам дать. Внимание, ссылочки на материалы, на нотные материалы, на тюд, которые я играл, на упражнения. Они все будут в описании и в группе ВКонтакте. Можете все посмотреть. Всем желаю успехов, чтобы у вас получалось. Пользуйтесь приемом тремоло. Это очень красивый, шикарный гитарный прием. Всем пока.